Обычный кардиолог занимается патологией сердца нетренированных людей. Те, которые, может быть, и выполняют какие-то физические нагрузки, но в большей степени для себя, но не для каких-то спортивных результатов. Это могут быть занятия в тренажерном зале, фитнес-центре, посещение бассейна и прочее. Если у этих людей возникают какие-то проблемы с сердцем, с артериальным давлением, с сосудами, этим занимается обычный врач. Обычный врач-кардиолог. В отличие от спортивного кардиолога, он работает с уже измененными сердцами. И это нормально, потому что те люди, которые занимаются спортом профессионально, они испытывают регулярные повышенные нагрузки, что приводит к изменениям анатомии сердца. Наиболее частые изменения — это увеличение размеров сердца, увеличение полостей сердца, и это связано с регулярными физическими нагрузками высокой и сверхвысокой интенсивности, когда сердце работает с повышенной нагрузкой очень часто. То, что сердце изменяется в размерах у спортсменов, у профессиональных спортсменов, это норма. У них так должно быть. Пара-тройка лет профессиональных занятий у ребенка уже приводит к изменениям в анатомии сердца. Но это не значит, что надо быстренько прекращать нагрузки, бросать занятия спортом. Для этого существуют другие критерии. Чаще всего то, что касаемо детей, это нарушение ритма сердца. И для этого дети, занимающиеся профессиональным спортом, регулярно проходят углубленные медицинские обследования в спорт-диспансерах, у спорт-врача. Если разумно подходить к нагрузкам, если это контролировать, то, ну, по большому счету, наверное, любой вид спорта будет безопасным. Спортсмен, перенесший острое коронарное событие, вряд ли будет допущен к профессиональному спорту. Но это не отменяет возвращение к нормальной бытовой активности и к занятиям спорта именно для здоровья. Избыточная масса тела создает дополнительную нагрузку на сердце, которое сердце могло бы не испытывать, не быть лишним весом. Плюс сердце при общем ожирении тоже немножечко ожиреет. Ну, если говорить в общем о питании, во-первых, это принцип разумности и рациональности. Это универсальная рекомендация не переедать, не испытывать чувство голода, не злоупотреблять. Обычно о питании я стараюсь не разговаривать до тех пор, пока я не посмотрела анализы крови, УЗИ, какие-то еще другие методы обследования. Не побеседовала об этом с пациентом предварительно, в каких-то пищевых пристрастиях. Проводились исследования по продолжительности жизни, в частности, в общей популяции и среди элитных спортсменов. И это исследование показало, что среди элитных спортсменов продолжительность и качество жизни выше, чем в общей популяции.